В этом выпуске литературного проекта «Я читаю» принимает участие Елена Герасименко, генеральный директор журнала «Антенна Телесемь» в Челябинске и Екатеринбурге. В детстве я, как, наверное, многие дети, очень любила читать. Мы читали все подряд, вечером, под одеялом, с фонариком, пока родители не выключат. Я могу почитать классику, я могу почитать какого-то модного, современного автора, могу к чему-то вернуться, что-то перечитать, потому что сейчас, ну, может быть, это стало модно, да. А вот последняя книжка, которую я перечитывала, причем перечитывала в самолете, это была книжка «Орла» 1984-й. Редакция «Я читаю» предложила Елене сложное, но очень актуальное произведение – роман «Господа Головлёвы» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Это сага о дворянской семье, которая находится на стыке, когда планировалось, что уйдет крепостное право. Безусловно, классика, любое классическое произведение, но то он не классики, потому они вошли в историю, что они писали о чем-то таком вечном. И, конечно, много параллелей мы можем провести в современной жизни. Вот мы носимся, работаем, работаем, зарабатываем, стараемся обеспечить определенный уровень жизни своим детям. И где-то забываем, что, наверное, просто нужно любить. Вот эта погоня за наживой абсолютно калькой перекладывается на наше время. Экспертное мнение представляет доктор филологических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Елена Германовна Белоусова. Опубликован в 1880 году роман «Господа Головлёвы». Это не просто актуальная, это очень своевременная книга. Роман рассказывает историю трех поколений семьи Головлёвых, которая предстает как история деградации, упадка, вырождения. Причем для Салтыкова щедрена, это естественный и необратимый процесс, поскольку исчезло самое главное. Родственные связи, а значит, с одной стороны, забота о подрастающем поколении, воспитание этого поколения, а с другой стороны, уважение и почитание старших. Книга очень тяжелая. Восприятие какой-то такой безнадеги, тоски, безвыходности, атмосфера нелюбви. Вот этот роман – это литература не для удовольствия. Это литература для копания в себе, для того, чтобы искать ответы на вопросы и, может быть, задавать себе этот вопрос. Может быть, эти вопросы до этого и не случались в твоей жизни. Вот эта книжка для этого. Если говорить о трагическом вот этом пафосе, Салтыков щедрин вступает в полемику. Тема семьи очень активно обсуждается в это время. То есть, ну, чуть пораньше, правда, 60-е годы – это Тургенев, приблизительно в то же время – это Толстой, да, Анна Каренина, это Достоевский. И если основной пафос – святость семейных узок и нерушимость, то Салтыков щедрин-то как раз показывает разницу между тем, что мы декларируем и что мы пропагандируем, и что получается на самом деле. Ну, например, одна из таких страшных, может быть, сцен в романе – это сцена смерти Павла. И вот Парфея Петрович едет в дом к Павлу, в принципе, чтобы проститься. Но при этом уже по дороге он отмечает, какой хороший лужок, какой замечательный покос. То есть он уже хозяйским глазом окидывает все то, что он себе заберет. И подымаясь наверх в комнату умирающему брату и выстраивая с ним диалог, и опять-таки вроде бы человеческое, да, желание попрощаться, провести последние минуты, но он доводит умирающего до агонии вот этими своими изощренными, пустыми речами, и тот просто уже просит, вот уйди ради Христа. А уйти не может, потому что здесь есть корыстные интересы, и они гораздо важнее, чем вот те самые родственные связи. И вот это вот, конечно, вообще просто повергает в ужас. Центровой персонаж этого романа – это мать. Она сделала все, что могла, с одной стороны, для своих детей, а вот получилось вот так. Почему так произошло – непонятно. Ну, по большому счету, наша хорошая женщина. Она хотела сделать максимум, дать своим детям в ее понимании. Вот почему так все случилось? В книжке ответов нет. То есть нет ни одного ответа, что делай вот так, и будет тебе счастье. И в этом плане, конечно, ну, для меня тяжело ее читать. Казалось бы, что плохого в том, что Арина Петровна, мать семейства, каждому из своих сыновей кинула кусок, то есть предоставила возможность распоряжаться частью наследства. Мы ведь тоже говорим своим детям о том, что нужно учиться отвечать за свои поступки, что они должны прожить собственную жизнь, а не нашу. Но вот только героиня Салтыкова-Щедрина делает это не для детей, а для себя, пытаясь тем самым защититься от имущественных и финансовых притязаний в дальнейшем. Размышляя над этим вопросом, Салтыков-Щедрин предлагает целый ряд факторов. Это и воспитание, это и наследственность. Последнее, кстати, сближает господ Головлевых с европейской традицией, в частности, романом французского писателя Золя Рубон-Макара. Потому что дети Головлевых – это прямое продолжение родителей. Каждый из них не просто повторяет модель поведения матери и отца, они доводят ее до логического предела. То есть если стяжательство Арины Петровны, всю жизнь положившей на преувеличение Головлевского капитала, хотя бы как-то можно оправдать, то есть тем же стартным капиталом для детей, то в случае с Порфирием Петровичем это уже стяжательство ради стяжательства. Своих детей он хладнокровно вычеркивает из жизни, фактически доведя и того, и другого до смерти. Несмотря на то, что книга написана буквально после отмены крепостного права, и прошло более 200 лет, и аналогий с современной жизнью можно провести очень большое количество, начиная с гражданских браков, когда без родительского благословения уезжает с гусаром. Кончается это все печально, гусар пропадает, она умирает, а девочки-близняшки отдаются на воспитание маме. Аналогии с тем, что в принципе состоятельная семья, которой было все, и в принципе можно было жить и радоваться. Но за счет того, что праздность, бездуховность, оно все приводит к тому, что в итоге люди пусты они. И вот эта пустота, она их съедает в первую очередь. В итоге просто от рода не остается ничего. Хорошо, все понятно с Головлевыми, которые помещики, их праздность, тунеядство, хищнические интересы действительно веками формировались условиями крепостного права в России. А как быть с нами, целыми днями пропадающими на работе и видящие собственных детей, в основном спящими? Да, мы делаем это не для себя, а для их блага, для их счастливого будущего. Но только каким будет это будущее, если мы не научим их трудиться, если мы их не научим заботиться о ком-либо? И кто может дать гарантию, что в этом светлом будущем найдется место для нас самих? Провозглашая святость и нерушимость семьи, видя в этом смысл жизни, мы ни капельки не лукавим, когда мы это в себе и другим говорим. Но с другой стороны, мы фактически ничего не делаем на самом деле для того, чтобы эту семью сохранить. Как следствие, закрытые двери наших детей, они просто научились жить без нас, и им не нужны с нами разговаривать. Как следствие, молодые пары, которые не хотят заводить детей, а для чего? Лишние хлопоты и обузы. Вот на такие страшные мысли наводит роман Салтыкова-Щедрина господа Головлёва, потому что эта книга не про Головлёв. Это книга о нас и о том, что нас ждет впереди, если мы не одумаемся. Если говорить про стиль, каким написан этот роман, конечно, он сильно отличается от того, что сейчас у нас есть. Мне нравятся вот такие длинные писательные моменты. Ну, это такое неторопливое чтение, может быть, связанное с тем ритмом жизни, который был в XIX веке. Это читается легко, это завораживает и захватывает, потому что это действительно о том, что нам близко и понятно, чем мы дорожим и что боимся потерять. Кроме того, конечно, здесь есть сатирическая составляющая, и характеры вылеплены и выписаны очень выпукло. Например, конечно, в центре повествования образ Порфирия Петровича Головлёва и Удушки Головлёва уже само прозвище говорит за себя. То есть это истремление прикрыть свои хищнические интересы напускной набожностью, благочестием. То есть когда вот за этими растиражированными словами и фразами по большому счёту человека не видно. И это тоже узнаваемо. И мы тоже знаем таких людей, которые прячутся в готовые, да, какие-то словесные формулы, вот пытаясь отгородиться от всего мира, закрыться. У романа парадоксальный финал. Совершенно неожиданно, на первый взгляд, вот следуя художественной логике, потому что вот оно, да, умирание, деградация и так далее. И Удушка Головлёв, оставшись один, он вдруг прозревает. И, конечно, это вдруг. И, конечно, вот это как-то очень всё неестественно. Но, с другой стороны, если бы не было этого финала, то тогда бы можно было прочитать книгу как, ну, про одного больного и сумасшедшего. А тут перед нами просто вселенская трагедия. Потому что осознание того вообще, что ты сотворил в собственной жизни. То есть это, по крайней мере, да, возможность не совершить этого действия, ну, хотя бы для кого-то другого. Поэтому надежда и вот этот вот светлый лучик всё-таки есть. Другое дело, что он показывает человеческую природу, не приукрашивая её. Но вера в человека там всё равно остаётся. Это классическая русская литература, и она остаётся верна себе и своим гуманистическим традициям. Как мама, у которой двое детей, я думаю, что, ну, конечно, в этой книжке, в этом романе есть моменты, которые, ну, заставляют тебя задуматься. Так ли важно вот это материальное? Так ли важно, что мы в погоне, в ежедневной, за какими-то дополнительными благами забываем, что, ну, самое-то главное детей просто любить. Любить. Им нужна вот эта любовь. И тогда это всё потом вернётся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова